Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша и рада приветствовать вас на канале ArtFishler. Это канал о том, как научиться рисовать быстро, просто и красиво. Итак, сегодня мы с вами будем рисовать вот такой вот пион. Я рисовала его акварелью. Вам советую сделать то же самое, а на следующих уроках мы поговорим о том, как рисовать его другими материалами. Сегодня приготовьте, пожалуйста, акварельные краски, кисточки двух размеров, среднюю и тонкую, бумагу, карандаш, ластик и поехали! Я немножечко наметила карандашом, сейчас объясню вам, что именно я сделала. Смотрите, вот здесь вот центральная часть, это у нас как бутон, да, такой круг. Дальше. Вот эти вот лепестки, которые вокруг бутона, они как листья капусты, да, наслаиваются вокруг. Смотрите, какой принцип здесь. Мы делаем ровную линию снизу, а потом вот так вот рвем, как будто бы, да, делаем волнистый край. Вот так, волнистый край. У этого лепестка я завернула краешек на нас, вот сюда, да, у вот этого верхнего тоже он на нас смотрит. Для этого мы делаем вот такую линию и сверху как бы тот кусочек наслаиваем. Вот здесь мне бы хотелось сделать более интересный краешек, слишком ровный я сделала. Давайте вот так вот эту линию сделаем. И вот эти вот вокруг, да, с боков, за бутоном. И вот эти три, они смотрят больше на нас, снизу, да, выступают. Что касается бутона, вот нижнюю часть занимают большие лепестки, да, они вот тут вот полукругом очерчивают его. И внутри маленький, вот тут вот завернулся, внутрь. Серединку не трогаем, тут будут желтые пестики-тычинки. Дальше. Здесь снизу делаем стебелек. Определенной толщины, да. И листья пионы, давайте вот здесь вот, вот тут покажем веточку. Листья у пионы довольно-таки, интересно, состоят из трех частей. Раз, два, три. Неровные такие. И их обычно трое. Вот тут из одной точки они выходят. Раз, два, три. И этот будет за цветок уходить. Вот так. Раз, два и три. Вот так. Ну что ж, пора начинать красками. Я приготовила вот свою акварель. Буду показывать вам, как я смешиваю цвета. Водичка. Но, если честно, смешивать много мы здесь не будем. У меня работа стоит вертикально, поэтому у меня, наверное, цвета будут немножечко стекать вниз. Эту работу мы выполняем без фона, поэтому сразу же приступим к лепесткам. Я беру толстую кисть. Наверное, это... Сейчас скажу вам, какой номер. Нет, не скажу. Наверное, это у меня девятка. Или что-то вроде того. Может, толще. Она плоская, мне удобно ею работать. Я немножечко лепесток нижний смазываю водой. Да? Увлажняю. Теперь я беру холодный красный, розовый такой, да? Чуть-чуть потеплее подмешиваю оттенок. И я ставлю самое яркое пятно вот здесь вот у основания, да? Вот таким образом. Потом я мою кисть. Снимаю лишнее с кисти. Вы видите, да? Таким образом. И теперь вертикальными вот такими движениями я вот этот цвет растягиваю вниз. И закругляю. Дальше мне хочется где-то высветлить. Я мою кисть хорошо отжимаю вот так вот пальцами. И провожу на сгибах вот тут. Линии. Едва заметные, но... Они есть. И немножечко так же я хочу затянуть вот так вот линиями, как расходящимися лучами, да? И поехали дальше. Смотрите, принцип такой, что у основания лепестка, вот здесь, у бутона, у нас будет самый насыщенный цвет. И уходя к краю, мы его ослабляем. Так же мы здесь можем подчеркнуть другой лепесток. Так, положила цвет, смываю краску лишнюю и иду вверх. Вот такими, как лучики, движениями. Кисть мне толстоватая, кажется. Я хочу взять потоньше вот такую. У меня формат листа, кстати, А4, чтобы вы понимали размер. Ой-ой-ой. Зеленый цвет оказался на кисточке. Это легко исправить. Я взяла чистую, смыла, с нее цвет, выжила ее и вот так вот сюда добавила. Вот вам урок, да? Проверяйте всегда, чистая ли ваша кисть. Набираю цвет. И у основания кладу. Смотрите, важно, чтобы вот этот лепесток был уже сухим. Чтобы в него не затек вот этот вот яркий оттенок. Так, смываю лишний цвет. Даже смываю весь цвет в данном случае. И в края вот так вот лучиками-лучиками растаскиваю. То же самое мы сейчас будем делать со всеми остальными лепестками. Я буду немножечко ускоряться. Это у нас, в общем-то, упражнение на градиент, я бы сказала. То есть, градиент это когда мы растягиваем, да, один цвет к другому. В данном случае мы ярко-розовый растягиваем к белому, да. Но в акварели мы белый не используем, потому что нам служит белым белая бумага и, соответственно, вода, да. Поэтому здесь у нас просто получается от насыщенного розового к белой бумаге. Так, опять смываю. Довольно просто, да, но главное соблюдать вот эти вот движения вертикальные. А сгибы наши не трогаем, да, там, где у нас лепестки заворачивались. Мы это... Вот там, где вот тут волна, да, идет вниз. Там можно положить чуть побольше цвета, потому что это сгиб. Здесь будет как такая тень легкая. Вот, например, так. И теперь я это яркое пятно, яркую эту полоску немножечко растушую вот так вот с водой. То, что надо. Теперь вот этот лепесток, видите, заворот, вот этот я не трогаю. Я только внутри покрываю это водой. И аккуратно кладу цвет внутрь. Смываю воду с кисти. Точнее, цвет с кисти. И также отжимаю рукой. И вот так вот провожу движение. Удобно, когда у вас плоская кисть, вот как у меня, да, потому что, вы видите, даже ворс дает вот такую вот полосатость. Которая, в общем-то, присуща этому цветку, да, у него есть. Как жилки такие на лепестках. Так, здесь я хочу покрыть сразу два лепестка водой. Показать немножечко их. Так, общий объем. Видите, за этим лепестком, за краем, белый же край будет, да, я подчеркиваю этот белый край, поэтому за ним делаю насыщенную розовую полосу. А здесь я высоко не пойду с этим розовым, да, то есть до самого края не буду идти. Еще чуть-чуть смою. Тут вот важно чувствовать, как много надо смывать, да, краски и как часто. Или оставить, или подсмыть еще. Так. Смотрите, чтобы переходы все эти были плавные. Следующий этап. Смотрите, вот сейчас я не мочила тот лепесток. Сейчас я вам покажу, как по сухому сделать то же самое. Но вы увидите, что это получается не так просто. То есть мне нужно чуть больше воды оставить на кисти. Я ее не так сильно отжала, как в предыдущий раз. И видите, сейчас получился довольно острый край. Поэтому теперь мне надо водичкой его вот так вот размыть. Но так получаются более резкие линии. Мне кажется, что все-таки удобнее работать именно по мокрому. Но опять же, выбор ваш. То есть можете избрать любой вариант. Но акварель хороша тем, что именно по мокрому она очень красиво истекается. Вот посмотрите, я сейчас даже ничего не делала. А уже вверх, да, видите, вот здесь идет цвет так непредсказуемо немножко. Многих этим акварель пугает. Мне наоборот кажется, что непредсказуемость в данном случае это довольно интересно. Вот я сделала более розовый край. Да, здесь от обратного мы идем. Краешек темнее и вверх светлее. Потому что свет как бы сверху падает. И плюс нам надо вот это вот белое подчеркнуть. Так, вот это я опять сделаю сейчас по сухому. Хорошо, хорошо смыла. Смотрите, да, как быстро у нас идет работа. На самом деле все абсолютно то же самое можно... Вот сейчас у меня цвет остался на кисти, я его делаю вверхушку. Все то же самое можно сделать и акрилом, и маслом, да. Только в масле у нас нет воды или в акриле, а у нас идет белый цвет. И в гуаше, кстати, тоже. Поэтому здесь вот я кладу розовый и вверх его увожу, да. А если вы пишете акрилом или гуашью, то здесь надо будет положить белый, здесь розовый, а потом их вместе слить. Там немножечко другая техника. Акрил и гуашь более плотные текстуры. Там нужно будет меньше воды. И нужен будет прям плотный слой, закрывающий хорошенько холст или бумагу, на чем вы пишете. Если вам интересно, кстати, пион написать акрилом или маслом, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием эту тему вам в следующий раз, в один из следующих раз покажу. А это потому что тоже безумно красиво смотрится. Так, лепестки мы с вами закончили. Теперь мы идем к серединке. Здесь я делаю желтый фон. Немножечко дам высохнуть. И между ними положу оранжевые, тоже вертикальные такие мазки. Вот у меня опять же, да, плоская кисть. Удобно делать слишком жидко. Смываю краску, убираю воду и делаю вертикальные вот такие вот. У меня сейчас на кисти ничего нет, да, понимаете? И еще, у нас же вот тут вот внизу будет тень. Я беру оранжевый и делаю чуть более насыщенно вокруг лепестка. Вот так. Угу. Хорошо. Далее. Пишем листья. Листья у нас теплого цвета, то есть это не просто зеленый, а зеленый с коричневым, такой немножко приглушенный. Вот я его намешиваю. Начнем давайте со стебелька. Цвет будет полупрозрачный у меня вот такой. Но у нас же есть тень, да? Поэтому здесь нужно будет по нижнему, давайте даже скажем, по правому краю провести более насыщенную линию, пока вот влажно, и под цветком тоже чуть-чуть этого цвета дам тень подчеркнуть. И здесь вот эту каплю уберу, чтобы резкости не было. Немножечко тоже градиент подержу. Теперь я просто беру этот тон, который я намешала. Кстати, мешать, смешивать цвета лучше всего на пластике, потому что акварель на бумаге, как вы понимаете, впитывается, да, съедается. Так, это слишком насыщенно, темно. Я не хочу, чтобы листья у меня перенимали на себя слишком много внимания. Вот я те, которые поближе ко мне, вот этот край, да, нижний, я ярким сделаю, а те, которые вот туда уходят, вот этот же дальше, да, край от меня, я немножечко подсмою цвет, и туда выйду тоном посветлее. Так, так, и этот пусть будет совсем светлый, уходящий туда назад. А что же теперь можно еще сделать? Можно еще на края листочков добавить для интереса, чтобы тон был более разнообразный, чуть-чуть коричневого, вот так. Более интересный цвет получается. И последнее, что я хочу сделать, это сделать чуть более яркие прожилочки у листов. Я возьму просто зеленый, возьму кисть потоньше, и вот так вот. Пусть будет даже пока влажно, вот так вот их немножечко прорисую. Даже по-влажному интереснее, оно растекается, мне очень нравится в акварели работать именно вот в такой технике. Только смотрите, чтобы ваши эти линии не были слишком насыщенными, да, они не должны забирать на себя все внимание. Ну что ж, вот наш пион и готов. Хочется еще, может быть, чуть-чуть подтемнить серединку, потому что я вот так вот в общем сейчас посмотрела. Полезно, да, отходить от своей работы и смотреть в целом, как она смотрится. Вот в серединке не хватает тени. И некоторые края лепестков хочется сделать чуть более яркими, да, чуть более выразительными. Вот, например, вот этот. Но, смотрите, если вы провели линию, никогда не оставляйте ее как линию, да, видите, она сейчас прямо бросается в глаза. Вот этот вот верх нужно растянуть, растушевать, чтобы это был тон. Линия всегда должна быть поддержана тоном. И то же самое я хочу сделать вот с этим лепестком, потому что он смотрит на нас, этот край близко к нам, наиболее, да, потому что он к нам направлен. И я немножечко это место хочу сделать по насыщеннее. Вот, это такой простой, довольно, ну, легкий такой, пример скетча, пиона. Вы можете попробовать сначала сделать его и потом переходить к каким-то более сложным, там, тем же масляным вариантам. Почти сюда больше тона, да, вот так. Давайте еще сюда немножко теню. Вот видите, я уже хочу закончить, но немного отдаляюсь от работы, да, и вижу, что здесь объемчика не хватает, не хватает какого-то обобщения. Потому что это бутон, и я бы хотела вот здесь эти два лепестка все-таки чуть больше вместе написать. Немного между ними разграничения я делаю. Ну, вот они что-то целиком смотрелись. Теперь вот тут подержать. Еще обратите внимание, когда акварель высыхает, она становится более светлой, поэтому это тоже надо учитывать. Если вам кажется, что тон слишком насыщенный, может быть, просто не высохло какое-то место. И вот этот отдельно. Угу. Ну что ж, спасибо вам за внимание. Меня зовут Саша Фишлер, напомню вам. Пожалуйста, не забывайте про лайки, потому что я хотела бы узнать, понравилось ли вам видео, актуальна ли тема. И я буду очень благодарна, если вы напишите, какие еще темы хотели бы видеть на моем канале. Обязательно прислушаюсь к вашему мнению и сниму то, что вам будет полезно. Спасибо большое. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok